Хиты 60-х и 70-х годов звучат в Шимкенсе весь вечер. Как и полдека назад, когда на этом самом месте проводились музыкальные вечера, сегодня седьмая по счёту старая пластинка собрала в Центральном парке больше тысячи зрителей. Послушать любимые хиты прошлых десятилетий собрались шимкенцы разных поколений. «Видно, что людям нравится. Я думаю, что в будущем мы будем добавлять те песни, которые были хитами именно в те годы, даже в 80-е, 90-е тоже». В программе старой пластинки традиционно выступления известных в Шимкенсе исполнителей и творческих коллективов. Нестореющие шлягеры годов ушедших исполняют группа фонограф, хор «Святоч», коллектив ветеранов. На сцене и известные в городе артисты оперного театра Алексей Скибин и Гульжан Раскалиева. «Мы на этих песнях выросли, и мы постоянно их поём. И пели наши мамы, бабушки. И это так здорово, такие мелодичные песни, стихи замечательные». Старая пластинка – это вечер ностальгия, когда один раз в год бабушки и дедушки, мамы и папы могут перенестись во времена яркой молодости, когда с удовольствием можно вспомнить, как болели ноги после нескольких часов, проведённых на танцплощадке. Под такие хиты даже сегодня невозможно усидеть на месте, ноги сами пускаются в пляс. Поколения сменяют друг друга, но удивительно то, что песни тех лет любит слушать и молодёжь. Наверное, поэтому Старая пластинка никогда не стареет. «Хорошие песни, они со смыслом, они душевные, добрые». «Я на таких концертах первый раз. Не все песни мне знакомы, и поэтому я очень хочу послушать то, что было раньше, какие музыка раньше была. Я тоже очень сильно увлекаюсь музыкой, поэтому мне очень интересно». «Молодость, вспомнили свою, ностальгия какая-то появилась. Спасибо за такую организацию». «Тераны не болеем душой, мы с песней по жизни идём вперёд, она нам жить и любить помогает». «Мы были маленькие, когда слушали эти ритмы, они надолго у нас остались в памяти, потом мелодии все эти, все знакомые, все слова». «Ностальгия, всё это помнится, всё это родное, близкое». Такое путешествие в прошлое шемкенцам запомнится надолго. Эмоций хватит как минимум на год до следующего ретро-фестиваля.